В столице Украины завершились соревнования по стрельбе из лука «Киевские огни». Участвовали более ста спортсменов из четырех областей. В классическом луке среди кадетов победил харьковчанин Марк Головко. Во взрослой мужской категории, вернувшийся из блочного лука в классический вид оружия Виктор Голозюк занял второе место. Здравствуйте, это «Спортивный интерес», только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Футбол. Металист по-прежнему в большом долгу перед своими болельщиками. Бодибилдинг. Исторический успех харьковчан на чемпионате Украины. Футзал. Двукратный чемпион страны терпит поражение перед еврокубковыми матчами. Баскетбол. Стартовал новый сезон высшей украинской лиги. А вантаж политехник в деле. Бокс. На студенческом чемпионате Украины харьковчане завоевали полный комплект наград. Плавание. Турнир на призы заслуженных тренеров Украины Нины и Александра Кожухов. В Харькове отметили 90-летие старейшего спортивного общества Украины – «Динамо». Другие события недели с участием харьковских спортсменов. Спонсор по указу – Инвеститина. Группа Ди Эй Ди. Женская сборная Украины по футболу провела ответный матч-плей-офф от Бора на чемпионат мира в Канаде. После гостевого поражения от Италии 1-2, во Львове украинки на начало второго тайма вели 2-0. Оба гола на счету Веры Дятел. Но затем Мелания Габьяндини и Патриция Панико сделали счет ничейным. А это значит, что дальше идет Италия. Футболистки Харьковского «Жилстроя-1» Валентина Котик и Ольга Авдейчук играли в стартовом составе. Игровую серию, начатую минимальным поражением в Лиге Европы от Легии, «Металист» продолжил ответным кубковым матчем 1-8 финала. Первая встреча против Гаверлы в Ушгороде было 2-2. У нас, к сожалению, большая группа молодых игроков, которые, знаете, еще только дебютируют в Премьер-лиге. Для них это все в диковинку. Не уверен, что они внутри верили в то, что можно такого соперника пройти, как «Металист». Верил ли я? Да, верил. Я во многих командах работал. И много сталкивался с тем, что заведомо более сильная команда не всегда проходила. А ведь шансы у гостей были, даже несмотря на гол Жажи. Да-да, вы не ослышались. В контратаке в конце первого тайма. На 79-й минуте вышедший на замену Лучан Бурдужан сравнял счет, избежав офсайда. За счет гола на чужом поле «Металист» вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Шахтером». В первом тайме более активнее играли. Пытались забить, чтобы чуть-чуть поспокойнее было. Нам это удалось. Второй тайм, конечно, уже счет подходил нам. Мы больше старались уделить внимание защите и не так активно подключались в атаке. Через три дня уже в рамках 11-го тура чемпионата страны «Металист» принимал дерзкого новичка элиты – «Донецкий Олимпик». В первом тайме хозяева больше давили, но лучший момент был у гостей, когда Алексей Детятьев головой подправлял мяч в ворота. После перерыва два момента для взятия ворот были у Василия Кобина, и оба раза «Олимпик» спас Заури Махарадзе. Другой 77-й номер, Гигам Кадемян, тоже не сумел пробить Александра Горяйнова. 0-0. Мы не ожидали, что «Олимпик» пойдет и будет накрываться на нашей половине поля. Это мы не ожидали. Мы думали, что они отойдут назад и будут нам спокойно давать разыгрывать мяч. Но этого не произошло. Они нас накрывали. И где-то мы просто не могли на поле сориентироваться в этот момент. И нам надо было просто побыстрее сориентироваться и просто играть в другой футбол, в другой манере. В остальных матчах тура Донецкий «Металлург» впервые в истории чемпионатов выиграл у «Шахтера». «Динамо» неожиданно просто справилась с Днепром. «Заря» дожала Карпаты. А нулевых ничьих в туре было многовато. В таблице киевляне сместили днепропетровцев с первого места. «Шахтер» продолжает держать третью строчку. «Заря» и «Олимпик» по-прежнему уверенно стоят в еврокубковой зоне. «Металист» опустился на восьмое место. В следующем туре «Харьковчане» сыграют на выезде с Ильичевцем. Также нам предстоит увидеть суперматч «Шахтер» Днепр и занимательную встречу «Динамо» Карпаты. Из остального заслуживает внимания разве что черноморец Ворсква. В пятнадцатом туре первой лиги «Харьковский Гелиос» играл в Чернигове против Десны. Соседи по таблице оба были раздосадованы чередой поражений. Исправить ситуацию в первом тайме больше хотели хозяева, но их атаки были неубедительными. «Харьковчане» смотрелись интереснее и точнее, а потому и тот факт, что они открыли счет, вопросов не вызывает. На последней минуте тайма Виталий Субачев пасовал, Антон Савин забивал. Во втором тайме была та же картина, за исключением одного мазка. Теперь забили хозяева. Словно регбисты они продавили гостей по центру обороны, Михаил Козак установил результат матча 1-1. Соперники так и остались соседями в таблице. «Гелиос» – седьмой, «Десна» – восьмая. В пятом туре финальной части чемпионата Харьковской области «ЭТМ» на выезде обыграл «Энергетик» из Солоницевки со счетом 3-1. У победителей забивали Дмитрий Гранкин, Евгений Спивак и Ольховский. Учитывая, что главный соперник харьковчан Зачепиловский «Колос» на своем поле не смог обыграть локомотив из Купенска 1-1, для чемпионства «ЭТМ» необходимо в последнем домашнем матче против того же «Колоса» не проиграть. На юношеском чемпионате Украины по вольной борьбе, который принимал Ивано-Франковск, в категории до 42 килограммов получился харьковский финал. Камиль Керимов поборол Мухаммеда Алиева. Чемпионом Украины в номинации до 35 кило стал Олег Гайдар, до 53 – Денис Бараган. Бронзовые награды сборной Харьковской области принесли Кристина Малявка и Вероника Минка. Обе выступали в весовой категории до 62 килограммов. Прошлая неделя была знаменательной для харьковских спортсменов, занимающихся бодибилдингом и фитнесом. Сначала они поучаствовали в открытом чемпионате Харьковской области, а через три дня, без потери соревновательной формы, выступили на чемпионате Украины в Черкасах. И там, и там, в малой ростовой категории фитнес-бикини, не оказалось равных Светлане Сидоренко, которая недавно вернулась с чемпионата мира, на котором заняла четвертое место. В этом виде ростовые категории, что называется, плавают от 158 до 163 сантиметров. Но на родной сцене Светлане было это безразлично, она стала абсолютной чемпионкой области. И Украину выиграла в своем росте тоже. Самые приятные впечатления у меня за весь сезон – это чемпионат Харьковской области. Чемпионат Украины вообще у меня как бы была уверенность в себе после мира, конечно, после финалистки мира уверенность в себе была, поэтому не тяжело было. Для меня это образ жизни, для меня не тяжело держать диету, потому что я знаю, ради чего я это делаю. Я наконец-то добилась своего на четвертый сезон. В категории «Мэнс Физик» у нас тоже золотой дубль. Роман Погорелов выиграл категорию до 178 сантиметров и в Харькове, и в Черкасах. Эта номинация – дело тонкое. Здесь нужно показать форму, но важно не переусердствовать, чтобы остаться именно в рамках «Мэнс Физик», не уходя в классику и тяжелый бодибилдинг. Погорелову это удалось. Хорошая форма плюс обычное человеческое обаяние дали победный результат. В Харькове особо просто мне получилось. Прошел, то есть, легко. А вот Украина соперников больше переживал, но вышел все-таки как на прогулку. То есть, прошелся туда-сюда обратно и получил результат на лицо чемпион Украины. Позирование, во-первых, улыбка. Как на Харькове сказали, я парень, который улыбался больше всех. Поэтому больше улыбайтесь и правильно позируйте. Хорошая подача. Кстати, и высокую ростовую категорию в «Мэнс Физик» выиграл тоже харьковчанин Александр Калмыков. А общий результат представителей Харькова на чемпионате Украины оказался историческим. Одних золотых медалей у нашей делегации 9, чего не бывало никогда. Плюс 6 новых мастеров спорта. Помимо названных спортсменов победителями также стали Евгения Супрун – бикини, юниорки, Кирилл Худаев и Вадим Мирошниченко – классика, Евгений Терехов – бодибилдинг до 75 килограммов, Артем Дегтярь – 80, Павел Ващенко – 90. Успех нужно разделить между самими спортсменами, главным тренером сборной области Игорем Коробовым и местной федерацией этого вида спорта. Глобально ничего не изменилось. Подход к спортсменам, команда стала более сплоченной, более активной. Они начали выигрывать, наши ребята. Они это видят и начинают стремиться. То есть довольно правильное судейство и на чемпионатах Украины, и на чемпионатах Кубка Харьковской области. Люди это видят, спортсмены выступающие, и стремятся выступать и добиваться первых мест. До конца года харьковчане примут участие в чемпионате мира, на который отправятся Сергей Горенков и Худаев. Во втором туре второго этапа мужской волейбольной суперлиги Харьковская Юрокадемия играла в суммах против Химпрома. Соперники обменялись победами стоимостью в три очка. Буревестник Чернигов дважды по 3-2 обыграл львовский Барком. Винница на выезде два раза по 3-0 разбила фаворит из Лубнов и вышла на чистое второе место. Лидер чемпионата «Локомотив» Харьков пропускал тур из-за нечетного количества команд. В шестом туре футзальной экстралиги «Локомотив» принимал луганскую телефонную компанию. Гости отставали от хозяев на два очка в таблице, и этого достаточно для обозначения интриги. У «Локомотива» не играли Николай Белоцерковец, накануне повредившийся на тренировке, и Евгений Клочко, получивший травму в игре за «Локомотив-2». А луганчане усилились Артемом Росим, который вернулся из российского прогресса, где у него не сложились отношения с тренером, в родные пенаты. С финансовыми возможностями очень плохо у всех команд. Хочется где-то играть и зарабатывать деньги, нормальные условия. Приехал доказать, что я достоин играть даже в той же России и в другой команде, неважно. Первый таймс получился осторожным, если не сказать скучным. Харьковчане поддавливали, но до решающего удара дело доходило редко. А когда доходило, как вот в этих моментах с участием Дмитрия Клочко и Виталия Киселева, гостей выручал вратарь Юрий Савенко. Очень трогательно поддерживал ЛТК на выезде единственный болельщик из Луганска. И он был вознагражден за верность на 13-й минуте, когда Роман Цапов пробил в дальний угол, а Киселев мимо воли посодействовал голу в свои ворота. В самом конце тайма Дмитрий Федорченко мог сравнять счет, но голкипера подстраховала штанга. Команда была менее мобильна, чем соперник, менее, скажем так, эмоционально готова, менее интеллектуально готова. Во всех трех составляющих игры мы доступили. После возобновления игры в ворота локомотива стал Евгений Иваняк вместо Дмитрия Литвиненко. А впереди Дмитрий Сорокин вновь проверил на прочность каркас гостевых ворот. И тот устоял. Луганчане продолжали держать крепкую оборону, надеясь на контратаки и забросы в чужую штрафную. На 36-й минуте получилось. Савенко метнул мяч на голову Росю, и тот переправил в пустую рамку. А когда шли последние минуты, хозяева играли с пятым и наиграли Росю еще один гол. Всего получилось 3-0 в пользу ЛТК. Вырвали три очки. Очень сложно. Очень сложно. Где-то немного нам и фортило. Ну, желание было очень много. Хлопцы, я думаю, это все вместе. Забрались в кулачок, и хлопцы зарубили свои очки. Я считаю, что они на это заслуговывают, потому что они действительно с удовольствием играли. Они знали, куда они едут, на такую надзвичайно сильную команду, с надзвичайно сильной поддержкой, и старались. Тур вышел гостевым. В остальных матчах «Ураган», «Спортлидер» и «Энергия» разбили хозяев на голову. И только «Титан Заря» на своей площадке справилась с Сумским госуниверситетом. В таблице ЛТК обошла «Локомотив» и стала единолично первой. «Энергия» в двух очках от «Харьковчан», «Спортлидер» в трех. Замыкает первую пятерку «Кардинал» ровно. Стартовал новый сезон высшей баскетбольной лиги Украины. Харьковский авантаж «Политехник» начал его гостевым вояжом. В первом спаренном туре «Харьковчан» принимала киевская команда «Авангард». Она и выиграла дебютный матч – 81-58. Но во втором поединке «Харьковчане» отыгрались – 75-68. Причем самым результативным у гостей был Роман Козлов, набравший 19 очков. На счету Антона Рочника – 11 подборов. Следующие матчи «Харьковчане» также проведут на выезде в Запорожье против одноименного клуба. Новым старым чемпионом Украины по американскому футболу стали киевские бандиты. В финал против «Харьковских атлантов» они должны были играть в Виннице. Но «Харьковчане» из-за финансовых проблем на матч не приехали и получили техническое поражение 0-24. Решение о том, какие дисциплинарные меры должны быть применены и применять ли их в принципе, будет принято на конференции Федерации американского футбола, которая пройдет в декабре. Напомню, что в регулярном чемпионате высшей лиги будущие финалисты не встречались, поскольку играли в разных подгруппах и заняли там первые места. На этапе бадминтонной золотой серии Кубка мира в немецком Саарбрюкене дальше всех по сетке прошел харьковчанин Артем Почтарев. В одиночном разряде он прошел немца Даниэля Бенса и шведа Микаэля Вестербека. В одной восьмой финала Почтарева остановил чемпион Европы среди юниоров Эмиль Холст – Дания. В паре Почтарев и Геннадий Нотаров прошли квалификацию, но в основной сетке уступили англичанам Маркусу Элису и Крису Лэнгриджу. Харьковский теннисист Марат Девятьяров отыграл в Турецкой Анталии десятитысячник АйТиЭф. В одиночном разряде уникортовец в матче первого круга нанес поражение французу Джонатану Карану. За выход в четвертьфинал уверенно переиграл пятую ракетку турнира Яника Джанковица, он также из Франции. А в самой одной четвертой финала воспитанник Дениса Лилека проиграл четвертому сейному итальянцу Федерико. В парном разряде вместе с киевлянином Владиславом Манафовым Девятьяров сеялся первым. Сначала они переиграли украинский дуэт Богдан Диденко-Юрий Кривой, затем взяли верх над американо-китайской парой Массимильяно-Колорадо-Сью-Лю, а в полуфинале только на тайбрейке проиграли будущим победителям Адриану Оберту Паулю Ворнеру из Германии. В Харькове состоялся Кубок Украины по арм-рестлингу. Командный триумф хозяев турнира ковался из маленьких побед харьковчан. В женской весовой категории до 60 килограммов на левой руке сильнее была Кристина Цап, которая в финале поборола еще одну харьковчанку Ларису Тиханович. В борьбе на правой они тоже сошлись в главном поединке и поменялись местами. Доминации до 65 Ирина Звягинцева выиграла на правой, а на левой стала серебряным призером. В супертяжелой категории в обоих упражнениях не оказалось равных Екатерине Рудневой. В мужской категории до 70 также дублем отметился Виталий Голованов. Он лучший на левой руке и второй на правой. Денис Гурьев, 90, выиграл борьбу левой, а на правой стал третьим. А всего на счету представителей Харькова оказалось 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей. На втором командном месте Полтава, на третьем – Киев. В Виннице завершил за чемпионат Украины по боксу возрастной категории до 22 лет. Харьковчане привезли оттуда полный комплект наград. Золото завоевал тяжеловес Рамазан Муслимов, который в финале победил киевлянина Дмитрия Лисового раздельным решением судей. Серебряным призером в категории до 69 килограммов стал Никита Родионов. Он проиграл только в главном бою хозяину ринга Сергею Богачуку 0-3. А бронзовая медаль на счету Хазара Алиева, который в полуфинале потерпел поражение от будущего победителя категории Мгера Аганесяна из Хмельницкого. Харьковчанин Владимир Соколов завоевал золотую награду чемпионата мира среди ветеранов по фехтованию на шпагах, который прошел в венгерском Дебресене. Таким образом, Соколов подтвердил звание сильнейшего шпажиста планеты в возрастной категории 50 лет и старше, завоеванное на прошлогоднем чемпионате мира. В нынешнем финале он выиграл у австрийского шпажиста Луки Картильера 10-5. Первыми стали украинские ветераны и в командном турнире. Первый турнир сезона по фехтованию на шпагах среди мужчин состоялся в швейцарском Берне. Лучшим из харьковчан на этом турнире стал Дмитрий Корюченко, который занял 36 место. Из украинской делегации самая высокая позиция у киевлянина Игоря Рейзлина 30. Зато в командном турнире наши выступили куда удачнее. В 1-8 финала Украина уверенно победила Израиль 45-35, а в четвертьфинале Италию 45-36. Полуфинальный поединок украинцы проиграли Франции, а в бронзовом матче всего один укол не дотянули до победы над сборной Кореи 39-40. Это четвертое место. В составе сборной Харьков помимо Корюченко представлял Максим Хворост. В городской комплексной ДЮИШа Яны Клочковой состоялся 14-й по счету открытый юношеский турнир по плаванию на призы Нины и Александра Кожухов. Именно из этого турнира в большой спорт некогда вышла сама четырехкратная олимпийская чемпионка, а также другие известные харьковские мастера водной стихии. Каждый год сборные страны разных возрастов пополняются харьковчанами, которые вырастают вот из таких соревнований. Вот этот возраст, вы понимаете, он интересен для ребят, что они соревнуются. Они еще, понимаете, большие спортсмены, они уже понимают там, что им надо туда-сюда. А эти дети, мы должны их увлекать. А когда увлекаешь, и все. А плавание – это здоровье. Весь мир занимается плаванием. В большом плавании Харьков сейчас занимает лидирующие позиции в Украине, уступая только Киеву и иногда Днепропетровску. Это при том, что там на спорт высших достижений работает более десятка школ против четырех – харьковских. Из них с Дюшер Спартак по прошлогоднему рейтингу первая в Украине. Схема подготовки профессионалов такая – детская школа, государственное училище, школа высшего спортивного мастерства. Это называется не числом, а умением. Что касается результатов турнира, то среди девушек необходимо отметить Татьяну Явлинову, школа Спартак, которая выиграла заплывы на 100 метров вольным стилем и комплексом, а также была первой в составе эстафетных команд в этих же дисциплинах. Ее одноклубник Валентин Нестеркин добился аналогичного успеха. Еще один спартаковец – ученик заслуженного тренера Украины Василия Кике Денис Макаревич – выиграл сотню брасом, а в комплексном плавании был вторым. В эстафете также выиграл заплывы вольным стилем и комплексом. Очень сложные тренировки были, ну потому что это тоже ответственные соревнования. Очень сильно вставал, приезжал домой поздно, потому что тренер нас, конечно же, гоняет очень сильно и задание, ну не из самых легких. В конце ноября в Николаеве состоится чемпионат Украины по этому возрасту. В новом зале бокса спорткомплекса «Динамо» состоялось празднование 90-летнего юбилея этого спортивного общества. Если бы изобрели прибор, определяющий звездность спортсменов и тренеров, то он бы здесь зашкаливал. Гостями церемонии были действительно выдающиеся люди. Полный кавалер ордена княгини Ольги Нина Кожух, основатель дзюдо в Харькове Анатолий Новиков, заслуженный тренер по хоккею Виктор Быков, автор и воплотитель идеи харьковского велотрека Борис Фурсенко, чемпионка мира по велоспорту Алла Багиянс и многие другие именитые в прошлом спортсмены и наставники. В их присутствии ученики местной комплексной школы произнесли клятву и стали юными динамовцами. А в честь юбилея грамоты и денежные подарки получили все без исключения сотрудники динамовской организации. Как у классиков, счастье для всех даром и пусть никто не уйдет обиженным. Мы будем только рады, если все наши спортивные общества будут проводить такие мероприятия. Мы везде будем присутствовать и все, что касается популяризации спорта, популяризации здорового образа жизни, мы будем только это приветствовать и поддерживать. В конце торжественной церемонии свое мастерство показали представители отделений бокса и тхеквандо ВТФ Каздюшор Динамо. В супериоргольф-клубе состоялся турнир закрытия сезона. В индивидуальном формате победил Геннадий Кравченко в командном квартет, за который играли Владимир и Екатерина Гриненко, а также Александр и Дмитрий Ольховские. Все они харьковчане. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится.